Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере касается каждого программы, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. История сегодняшней героини – это пример того, как важно быть сильным и не принимать, а бороться со всеми испытаниями. Это детские фотографии Оксаны и Инны Паси. С рождения девочки были здоровыми, рано пошли, быстро начали говорить, заметно опережали в развитии своих сверстников. Я знаю, что Оксана тоже рано начала ходить. И Инна так же. Горные девчата, они не любят ничего, беду не цены, передплачивали. В пять лет Оксана перестала нормально ходить, а через некоторое время то же самое случилось и с Инной. Сейчас уже взрослые девушки очень страдают. У них нет друзей, они почти не выходят из дому, им тяжело говорить. Единственное одушино – общение в социальных сетях, где можно не показывать себя настоящую. Я хотела от таблеток путь напитать. Для чего я живу? Только чтобы помочь. Как сама ты знала, что мы такие вроде мы с хайблогапорта живем. В 16 лет Татьяна Пась пытается выяснить причину болезни своих дочерей. Но каждое обследование заканчивается новым диагнозом. Дома Татьяна борется за здоровье своих дочерей, а на работе – за жизнью других детей. Приклад Татьяны Петровны может надыхать те родины, у которых есть проблемы. Дивляясь на нее, как она оптимистка по жизни, я лично беру из нее приклад. В студии касается каждого история о силе женского характера и невероятной материнской любви. Итак, тема эфира «Не сломленная бедой». Сегодня в нашей студии Руслана Понедельник, жительница села Мостыща. Руслана, здравствуйте. Расскажите, почему вы здесь? Доброго вечера. Я очень часто смотрю программу «Стосуется каждого». Разом с вашими героями плачу, разом с ними переживаю. И сегодня я тут, чтобы рассказать о людину, которая варта нашей внимания. Про мужнюю, про сильную духом женщину, про чаревную людину, которая имеет вот такие надзвичайно великые горы. Как зовут женщину, о которой вы рассказываете? Тетяна Петрівна Пась. Расскажите нам о ней. Тетяна Петрівна, ось уже много лет, выховывает двоих особенных донечек. Донечек с особенными потребами. Руслана, а что случилось с детьми Тетяны Петрівны? Дети от народа ходили. Но стало так, что когда им было три года, дети начали втрачать ходьбу. Тетяна Петрівна, она сейчас единственная, кто занимается, пеклуется про своих детей. Тетяна Петрівна має человека прекрасного, ось он в студии. Брата. Має велику прекрасную родину. Має всех нас, мешканців, села, звідки в народу. Руслана, давайте как раз сейчас послушаем, что говорят односельчане о Тетяне. Внимание на экран. Сусідка на работе робить, а тато дома, біля дівчат, з роду. Добрий, люди, про дівчат бають, дивляться. Я вообще не знаю, як вона з такими детьми, і вона співає, на роботу треба. На 8 годин, ті 8, вона вже на автобусі стоїть, на роботу треба. І хозяйство тримає велике, бо діти люблять поїсти, люблять м'ясо. Ці домашні в неї негаразди, пов'язані з дітками, давали їй таку силу, з кожним днем собі ще відчувати ту біль, з якою йшли до неї люди по роботі. Тетяна Пась согласилась приїхати в нашу студію. Встрічаємо. Тетяна Петровна, ми слухали, як відзиваються о вас односільчані, не називають вас героїні. Вот интересно, що ви самі о себе думаєте? Я вважаю це подвиг кожної мами, виховувати своїх діток, якими був би, нам їх не послав. Чи вони були б хворі, чи вони були б не хворі. Це наший поклук, це обов'язок кожної жінки піклуватися про своїх діток. Для того є вона мама, для того є материнське серце. Раскажите нам, що з ними случилось? Ну, народилися вони як звичайні дітки. Це був кесарев, ростин. Нічого не передбачало біди. Вже в 10-місячному віці Оксанка стала на ноги, стала ходити. Інка трохи пізніше, вже рік почала ходити. Пішли вони в перший клас. Ми стали батьки бачати, що доця стає на пальчикі більше, на ступню мало так стає. Ну, і звернулися ми в лікарню до невропатолога. Подивилися, каже, вас так як ніжка трошки завертається. Підозра є, що в неї нижній тетропарез. Вам треба постежитися в обласній лікарні, в місті Луцьку. Нам одразу, в 99-му році, виставили діагноз спадкова атаксія Луїбар. Це було дуже жахливо. Татьяна Петровна, коли прозвучав цей діагноз, розуміли, які последствия цього діагнозу, що це за болезнє? Дітки з таким діагнозом найбільше, що могли прожити, це до 18 років. У них було повністю ручки, ноги, як в дуже запущеної формі ДЦП. Ну, так як ми звернулися, ще також були в обласній лікарні нашого генетика, вона не написала цього, але прозвучав від неї такий висновок вона, що вас і з чоловіком є несовмісність у ваших резусах, в ваших генах. Але це були 99-і роки, щоб мало, і ми знали, мало і, напевно, і лікарі про цю хворобу знали. Таціяна Петровна, я правильно розумію, що потім такий же діагноз прозвучав і для вашої младшої дочери? Так, звичайно. Скільки років зараз вашим дочерям? Старшенький 21, а меншенький буде в жовтні 19. Ось за це час, скільки діагнозів ваші дочери вже услышали? Скільки діагнозів їм врачі поставили? Ой, багато. Для того, щоб провести обстеження за кордон, нас з сім'єю запрошують в Київ. Професор нас оглянув і направив до нас до нейрогенетика. Нейрогенетик прочитав наші документи і каже, я тут тієї хвороби не вбачаю, і хто міг поставити, чому це такий діагноз? Це, напевно, не той діагноз, вам треба дообстежитися. Нас обстежувала також нейрогенетик, і вона направила аналізи ДНК на хворобу Фрідрейха. Вже інша хвороба вони підозрюють, що це буде Фрідрейха. Тобто все це час врачі, медики не могли точно, 100% діагностировать і поставити діагноз, да? Так. І ось як зараз, на сьогоднішній день, звучить діагноз ваших дочерей? На сьогоднішній день заключення в діток така, вроджена вада розвитку головного мозку, варіант Дендіокера, прогресуюче дегенеративне захворення центральної нервової системи. Петяна, давайте посмотрим на ваших дівочек, як вони себе чувствують. Внимання на екран. Дивлюся на інших дітей, думаю, вони здорові, можуть ще білати, плавати, ходити. Я ж нічого не можу. Чого? Чому з нами це стало? Я хочу йти, але я падаю, я не можу йти. Ми народилися здорові, не знаю, потім так сталося. Відсувала, що я нікому не потрібна. Чого? Типа всі дівчата, може, так отримую, я не можу. А мені туди плакати будуть. У нас в студії врач-генетик Дмитрий Никитенко. Дмитрий, АПЛОДИСМЕНТЫ Об'ясните нам, пожалуйста, только вот как не для специалистов, чтобы было понятно, что такое атрофія мозжечка головного мозга и синдром Денди Уокера. Синдром Денди Уокера является одним из патологий головного мозга, при котором идёт недоразвитие либо атрофія действительно отдельных частей мозжечка. Как правило, это ещё закладывается во время внутриутробного развития и очень часто такие формы можно диагностировать, начиная приблизительно где-то с 20-й недели беременности. Если рассматривать действительно как Денди Уокера, то чем позже начинают проявляться специфические для этого заболевания характеристики, тем лучше прогноз для ребёнка. Но поймите правильно, что то, например, чем медицинская генетика владела даже 5 лет назад, и то, что владеет сегодня, это колоссальная разница. Насколько я могу понять, очень трудно комментировать данную ситуацию со стороны, не имея на руках никаких бумаг, что Денди Уокер на самом деле под вопросом. То есть у нас нет стопроцентной уверенности в том, что это заболевание. Хочу представить у нас в студии папа девочек и муж Татьяны Николай Пась. Я правильно понимаю, вы сейчас не работаете и всё время проводите с дочерями. Я с удовольствием находитесь. Вот как вы с девочками занимаетесь? Что вы вместе делаете с ними, расскажите? По хате, массаж только пороблю, то, что... А так они всё сами так стараются. Они хотят что-то сами, чтобы ходить. Вот на улице такое, меня просто привезти. У нас в студии самая сильная женщина в мире, Нина Гера. Я честно с трудом сдерживаю слёзы, потому что это огромная ноша. Да, вы... Ну, мой титул по сравнению с этим, это ничто на самом деле. А... Честно говоря, вот... Зная, видя то, что девочки здоровые, они красивые, да, стремятся жить, хотят жить, хотят радоваться жизни. И, собственно говоря, имея на сей день такую проблему, тем более не стопроцентный, да, диагноз, никто не может на самом деле по сей день сказать, что с ними не так. И всё равно продолжаете жить дальше, продолжаете ей помогать. Это вам только низкий поклон и огромнейшее уважение. Это всё заради них. Я думаю, чтобы каждая мама, каждая мама бы сделала это. Это смысл нашего жизни. А заради чего мы живём? Это наша кровь. Люди разные бывают, да, но вы пошли на этот шаг. Вы от них не отказались. Опять же таки, это низкий поклон вам, что вы согласились их продолжать воспитывать, любить, потому что они ваши родные, это ваша кровь. У нас в студии Инна Силантьева, бизнес-леди. Инна, вы много занимаетесь благотворительностью, вы видите самые разные истории детей и семей. И с такими детками даже работаем, учим их плавать, общаемся с ними, да. Ну, нормальные дети, конечно, вам сложно, но здесь нужно, конечно, действовать, и нужно силы, много сил, они совсем юные. Их надо, если они хотят сами выздороветь, знаете, внутренние стержни, если есть, что они хотят, есть желание, то обязательно это сбудется. и бить на все колоколы. Вот я сейчас расскажу, насколько сильная женщина Татьяна Петровна. Она выбрала своей профессией помогать людям. Правильно, Татьяна? Расскажите, кем вы работаете? Я работаю начальником отдела по обслугованию инвалидов, ветеранов войны, праце и контролю за пенсионным обеспечением в Камень-Каширске, районной и государственной администрации. Давайте послушаем, что о вас рассказывают ваши коллеги. Что можно сказать? Одне не краще про Татьяну Петровну. Это честная, правильная, добросовестная людина. Не только коллега, а и мать из великой буквы. Потому что не каждая людина может вынести такой тягар на душу. Через сложные обстоятельства в родине у нее действительно опускаются руки, но так как она работает с хорошими коллегами, потому что она все поддерживает на работе, в ней надыхает эта работа дальше идти вперед. Я хочу сказать, что еще занимает такую посаду, обслуговывает, працует начальником отдела инвалидов, обслуговывает такую категорию населения, и причем маючи дома свою такую беду, любых диток инвалидов, мужня, сильня, женщина. Татьяна Петровна, у нас в студии ваша коллега Елена Макаренко. Здравствуйте. Как вы думаете, откуда Татьяна берет силы, чтобы заботиться о своей семье и вот так помогать другим людям? Ну, по-перше, то и ее работа, она безпосередньо связана с инвалидами. Ну, дуже хорошая людина, дуже хорошая подруга, разрадить, порадить, расскажет. Как о Татьяне отзываются в районе, вот что люди говорят? Все хорошие думки про нее. Ну, что ж, хочется, чтобы помогли. Татьяна, вы очень много помогаете другим семьям, другим людям. И вот наши журналисты вместе с вами побывали в некоторых семьях, которым вы помогаете. Давайте посмотрим. Доброго дня. Добрый день. Что там, Раян? Как наш Назарчик? Ничего. Ничего? Нормально. Ну, какие у вас будут какие-то побажания, какие-то возникли проблемы? Это старая коляска, она ездит по улице, а та новая, что мы получили, то она поломалась. Потребует ремонту. Я ее глинула сейчас. Мы, возможно, сделаем замовление. У нас сервисный центр, который действует ремонт. Хай вам счастлив, будьте здоровы. Добрый день, Назарчик. Давай. Привет. Привет, Танюшка. Как дела? Ничего. Как Настуня? А там сидит, чекает тебя. Доброго дня, девчата. Что там, Настунчик? Привет. Как тебе дела? Нормально. Нормально? Сподобайся с девчатами. Хочешь побачить? Что такое? А зустретись с девчатами? Хочешь? Да. Так. Привет, девочки. Побачивались? Так. Садимся. Вам потребно было з'явиться на цей світ для того, чтобы вы, напевно, занимались этими вещами. Бо на таких женках, як вы, напевно, тримается вся наша краина. У нас в студии сегодня семья, которой, Татьяна Петровна, помогает уже много лет. Это Людмила Кабак, ее дочери, Настя и Катя. Людмила, расскажите нам, сколько лет, как давно вы знакомы с Татьяной Петровной? Мы познакомились, когда нашим деткам было по ручки три-четыре. К нам з'єднало спільное горе, и мы до этого часу підтримуємо с ней зв'язки. Девчонки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто для вас, Татьяна Петровна? Тетя. Тетя? Вы ее называете тетей? Да. Мы дружим с ее дочерями, любим их сильно. Давайте, Татьяна, сейчас посмотрим, как вы справляетесь со своими девочками. Мне так. Молоденько. Давай расслабимся. Ну, я молю Бога, щоденно, рано, вечеря, чтобы, хотя бы не гирше с девушками, хотя бы не гирше, чтобы они могли себе сами обслуговувати. Хай хоть постинцы, но вийти хотя бы в ту кухню, чтобы они могли и поезти сами. пахнули. А я и че, так пахнует? Да? Ну, да, тут не листы, я сама. Она сама будет. Че, она не мутная, не мутная. Ламка. Не бери, души сама. Как удается вам совмещать работу и заботу над собственными дочерьми? Мает быть кто-то с годовником. На сегодняшний день за 14 гривен по догляду не проживешь, потому что девчатка великая, потребы девчаток сами знаем, какие треба кожны. Это же девчинка, хлопчиков проще. К нам в студию сегодня приехала тетя ваших девочек, это Руслана Чоп. Здравствуйте. Руслана, расскажите, насколько близко вы общаетесь с девочками? Девчата очень любят, когда я приезжаю и общаются со мной, и даже тайны рассказывают такие, что может и маме они стесняются деколи рассказать. На студии психолог Наталья Малярова. Здравствуйте, Наталья. У нас в народе говорят, что родители не выбирают, но я как психолог могу утверждать и утверждаю то, что дети выбирают именно родителей. Они вам доверили себя, вам доверили жизнь. То, что я услышала, пусть лучше мама сделала бы аборт, конечно, это, вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже бегут, это крик души, минуты отчаяния, конечно, они так постоянно не думают, но именно вот в минуты отчаяния, когда вот эта вот внутренняя боль поднимается, они думают об этом. и это необходимо убирать, чтобы они думали позитивно, то есть, чтобы их мысли, их стремление вышло уже на то, что они могут быть обыкновенными людьми, но немножко не такие физические. Как они переносят вот то, что они не такие, как все? Бывают моменты, что очень больные. Бывает, что уже много, очень много лет, ну вот так, нам нужно, значит, чтобы мы такие были. А я, как где-то нас запросят где в гости, мы бываем очень часто, поспелкиваются с одноклассниками, поспелкиваются с своими ровесниками, и тогда в них в вечере очень больно. Вот почему мы не такие, как все? Мы так уж хотим. Я хочу такую сукню, я хочу такое декольте, я хочу так, как все девчатки. Мама, ну чего мы такие? Они ходили в школу? Так. Оксанка закинчила два класса, далее перевелись на навчание на дому. А вот какие у них были успехи? Дуже любили, как приходили вчители, дуже любили с ними спілкуватися, особенно Руслану Станиславовну, то обожают они просто. Татьяна, вы говорите, что ваши дочери часто склонны к депрессии? Вот в такие моменты что вы им говорите? В такие моменты я им ставлю в приклад, у нас в районе проживает очень сильная женщина, можно сказать, герой на целую на целую Украину, яка сама не пересувається, пересувається на малютном вязку, и она сильная духом, она виховывает доньку. И был такой момент в нас, что ну, дочь, особенно Оксанка, от мам, ну, не могу я так уже больше, ну, все, не могу. Сталась такая нагода, и как раз Руслана была у нас на приеме, и я попросила, чтобы она просто отведала нас. После того, как Руслана попала до нас домой, поспілкувалася с девчатами, их взгляд совсем изменился в другую сторону. Они увидели, какая хорошая, какая мужная женщина на вязке, как хорошо спевает, как выховывает доньку. И это им дало натхнение. Они уже так как то трошечки и заспокоило их это. Тетя, наши журналисты вывели ваших дочерей на откровенный разговор. Давайте его послушаем. Внимание. У меня такое настроение бывает, что мне не хочется там жить, ничего не хочется. А я думаю, пойду, чтобы какие-то таблетки напить, вены перерезать. А вообще у меня такое бывает, что вообще я не могу. Хочу все сработать, все буду напиться там таблетки. А ты с сестрой про это говорила? Угу, говорила. Что тебе сказала сестра? Казала, не роби такого, ты про меня подумала. Татьяна, вы знали об этом? Не все. Сейчас, после того, что вы услышали, что бы вы хотели сказать своим дочерям. Они у меня найкраще, найдорожче, я и буду дбать про их и любить их, пока еще могу сама ходить, на том свете. Я их никогда не залишу, и они знают, что мама всегда порят, и никогда их не лишить в беде. Оксана и Инна в нашей студии. Давайте их поддержим. Все, 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 все. Инна, в социальной сети у тебя на страничке наши редакторы нашли вот такую картинку. Давайте посмотрим. Вот расскажи нам, зачем она? Не знаю, я просто скачала. Скачала? Может, так? Не знаю, у меня такого настроения не было. Инна, ты понимаешь, вот, насколько тяжело сейчас это видеть и это слышать твоей маме и твоему папе, людям, вашим родителям, которые всегда вместе так вас поддерживают, так вас любят. Понимаю. Ради вас они проживают каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. И ради вас они помогают другим людям. Девочки, мы просим вас, живите, пожалуйста, девочки, живите и навсегда вот эти страшные мысли просто выбросьте раз и навсегда. Наталья Адаменко. Знаете, сердце разрывается сейчас с одной стороны от того, что мы слышим и видим, а с другой стороны сердце разрывается от радости и от счастья. Знаете, почему? Потому что благодаря этой замечательной программе мы о многом узнаем в жизни. Мы узнавали о том, что есть мамы здоровые совершенно, мамы здоровых детей, которые от них отказываются, а таких, как вы, говорят, сильные духом. Вы мама с большой буквы. Честь вам и хвала, и низкий поклон. Но я хочу обратиться к девочкам. Дорогие мои девочки, вот вы говорите все время мы хотим быть такими, как все. Да вы лучше многих. Вы лучше многих. Вы только подумайте, я знаю многих здоровых совершенно красавиц, которые не то, чтобы пол замести, а современным пылесосом не хотят убрать, помочь родителям, салат не сделают, не обратятся с добрым словом к матери своей. вы лучше многих уже сейчас. Лилия Пельсяй, президент Ассоциации Женщин за генофонд Украины. Девочки, дорогие, мы очень за вас рады, тем, что вам в жизни повезло, что у вас такая любящая, такая хорошая, дружная семья. Это не каждому ребенку в жизни дано. Есть дети, которые лишены этой радости, этой любви родительской. Поэтому, прежде всего, любовь к родителям это ваша просто обязанность. Мы очень хотим, чтобы вот эти слова, которые вам сказала Наталья Адаменко, что вы самые лучшие, красивые, что вы это слышали чаще. И мы обменяемся с вами телефонами, потому что для таких людей, для такой молодежи мы делаем балы, мы делаем выставки, мы создаем общение. Вы должны выйти за рамки вашей квартиры, и тогда вы почувствуете, что вы часть нашего общества, и мы вас также любим. И вы для нас самые-самые лучшие. И это вы услышите от многих людей, с которыми вы будете общаться. Вы приедете к нам в Киев, если примете наше любезное приглашение. Инна проводит очень много интересных мероприятий для молодежи. У нас есть фестивали для людей с ограниченными возможностями, центры, и вы будете общаться, и вы будете чувствовать, как жизнь хороша. Андрей, можно сейчас? Андрей, можно? Да, пожалуйста. И я бы еще одно хотел вам сказать. Вот паня Наталя згадала Бога. Розумієте, то, что мы бачили на фото, это очень большой грех. Уже с точки зрения религии, девчата, вы должны понимать. Я не помню, кто из украинских поэтов это сказал. Четыре рядки, я просто хочу им прочитать. Все тече, как река, отлетает, как ветр. Лишь приходят на думку пророчу слова. Мы под теплым крилом, мы безпечны, как дети, пока батько живет, пока мата живет. Они будут жить, пока вы будете уверены в своих силах. Они будут счастливы, пока вы будете счастливы. Они будут жить, пока будете жить на этом белом свете вы. Поэтому вы должны держаться. А в целом, в соцсетях найдемся, я думаю, после программы обязательно обменяемся контактами. Будем переписывать. Девчонки, это Влад Волошин, известный телерадио ведущий. Татьяна, я знаю, что вы мечтали об обследовании ваших дочерей. Так. Это ради чего мы приехали сюда к вам на студию. Мы хотим... Все-таки в нас до тех пор не втрачаем надея, не втрачаем того, что все-таки хотим поставить крапку в этих диагнозах, в этих ситуациях, выйти на какую-то линию, чтобы знать. Результаты сегодняшнего обследования девочек сразу после рекламы. Не пропустите. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня не сломлена бедой. И сейчас я прошу доктора Игоря Курильца озвучить результаты обследования. Мы им сделали сегодня магнитно-резонансную томографию, мы нейрохирурги. И питание, которое мы ставим в первую в клинике, это питание жизни или смерти. Это самое главное питание. То есть, абсолютно понятно, что не про какую смерть, вы абсолютно это доброякесное заболевание. И питание того, что вы там помрете, что это какая-то онкологическая хвороба, безперспективная. Хоть бы не знать, где мы были, в Америке, или в Европе, где вы бы не были. То есть, вопрос стоит про то, что у вас часть мозга развинута, ну, троехи там не так. Но мы говорим самое главное, с точки зрения хирурга, нейрохирурга, это не очень важливо с точки зрения эмбриогенеза, или даже филогенеза, функция, эта часть мозга. Головная частина мозга, которая отвечает за вашу знаменность, за ваш интеллект, она абсолютно нормальная. Вы нормальные люди. Игорь, все-таки, какой результат, какой диагноз? Мы видим атрофию мозга, той мозга немного меньше, чем он должен быть. Поэтому, как они были маленькие, то этого достаточно, чтобы они ходили, чтобы они себя обслуживали. Как они только подросли, их активность сросла, и этих функций немного недостаточно для того, чтобы они себя полностью обслуживали. Игорь, а вот мать девчаток, Тетяна, она турбуется, что их здоровье может с часом ставить гирше, погиршовать. Что вы можете сказать? Это другая, это научный аспект этого вопроса. Потому что мы сегодня с вами там были не очень долго, я бы хотел вас еще побачить, я бы еще вас хотел представить своим коллегам. Вот до нас приезжают коллеги за кордону, никаких проблем нема, вам никуда не треба никаких везд, ничего, вы там на какой-то день приедете, вас оглянуть и вы будете мать консультацию с Лондона, с Торонто, с Барселони, никаких проблем нема с вами. То есть мы еще десь какие-то процедки сняти на какую-то медичную помилку, чтобы не было каких-то ускладений с вами. Это первый аспект медичный. Теперь второй аспект реабилитационный. нормальные люди с нормальным интеллектом имеют какие-то дефекты. Ничего страшного в этом нема. Треба сделать максимально удобное жизнь для людей с ограниченными возможностями. Пройшел бы я по вашей хаті и посмотрел вы там ледве пересуваетесь. А у вас пороги? Значит, у вас коробки на дверях должны быть без порогов. Вы должны вольно проходить, чтобы вы не могли зашпортиться. Как у вас там есть пандусик? Как вы с хатой выходите, чтобы вы не могли упасть? Там у вас я бачил газон, трава. Вам легко по нему ходить? Или мое быть какаясь равная поверхность, чтобы вы могли ходить? Непогана идея, чтобы у вас был басейн. Вам было бы плавать, чтобы координация ваших движений. Басейн теперь уже у каждого олігарха есть. Почему эти люди не могут иметь вы сейчас не можете однозначно сказать... Литература пишет, что не прогрессует и оно дестабилизуется. Еще большой фактор реабилитации у этих детей есть что их двое. Это взаимно реабилитация. Одна может допомогать другую. Если бы мы уявили ситуацию с одной детьми, это была бы более катастрофичная ситуация. Они могут по типу сиамские близнецы допомогать и дополнявать одна одни. Очень важна для них коммуникация с подобными. Еще великое счастье у вас в том, что ваша мама занимается детьми инвалидами. Если это абсолютно приятное поединение. Можливо, действительно, есть болезнь, есть нормальность. Но у вашей семьи это просто чудовое спевпадение каких-то факторов, которые позволили вам дойти, чтобы вы не померли на каком-то этапе, чтобы вы дошли до этого. И ваше життя будет продолжаться. Вы абсолютно нормальны люди. Життя будет долго и счастливое. Любая болезнь с фодорством она дает развитие. Мы это понимаем. У меня дядя профессор, хирург-травматолог, который занимался аппаратом Елизарова. Я вам хочу сказать, любая болезнь она прогрессирует. Что нужно делать девочкам, чтобы она не прогрессировала. Это очень важно. мы объясним под следующих консультаций. Я думаю, вы это хотите услышать. Мамочка это хочет услышать. третье, чтобы я хотел до вас вернуться. Все структури головного мозга, за винятком мозга, у них абсолютно нормальны. Педагогичный процесс по вихованию детей, значит, эти дети в подлетковом веке. Они мают все, мы знаем, что дети подлеткового века могут вчинить все, что завгодно. Значит, их треба выховывать, и до них треба относиться не как до хворых детей, их там жалить и не знать что. Это здоровые дети. Игорь, я правильно понимаю, что несмотря на то, что у девочек вот такой диагноз, у них есть будущее, они могут получить профессию, они могут получить образование, то есть ничто им не мешает. И не можно зупинять и сказать, что это хворые дети. Не можно этого делать, они должны идти как ракета. Они будут абсолютно успешными. Я сьогодні консультовал людей и вимовляв слова, что осталось жизнь один год. Эта ситуация у вас абсолютно доброякесная и нормальная. И если мы возьмем Западную Европу и Америку, то все клиники, куда бы вы не поехали, переполнены подобными детьми. Там есть величезный опыт реабилитации таких детей. Было бы очень хорошо, чтобы вы связались с контактированием с тою западной реабилитации. Потому что реабилитация все-таки идет с Западного света. Давайте по факту. Детям нужно выздоравливать. Правильно я понимаю, мама? Лечение это самый важный пункт, с которым пришла мама. Правильно. Для этого не нужно бесконечно ставить диагноз. Нужно понять, что это и понять, как с этим бороться, как с этим жить. Что будет завтра, что послезавтра. Это самое важное. Сейчас я хотел бы пригласить в эту студию Мисс Украина в инвалидной коляске 2006 Руслана Фарина. Девчата, мои хорошие, я слышала, как вы про себя тут, что у вас на думке. Честно сказать, я трошки как бы с какой-то стороны я понимаю, то ваш что может быть но вы не имеете права на таке, понимаете? Сидит такая мама боевая, она за вас борется. Как вы должны ее подводить? Вы должны жить, бороться за это жизнь, не знаю, мечтать своих мечтаний досягать. Ну, вы же видите, мне как может было нелегко или что каждая людина мечтает, живая. Вона мает желание иметь свое продолжение в работе, может в детях, может еще в чем-то. Мама надеется на вас, нужно надеи, 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 втюлювати в життя, и она будет жить и будет счастлива. Руслана, я так понимаю, вы давно знакомы с этой семьей. Расскажите, Татьяна когда-то вам помогала? или? Или? Так, так. Визок мені были проблемы трошки с визком. И так много, очень часто возвращаюсь в каких-то вопросах. А может вам спортом заниматься? В паралемийский спорт пойти? Так, багато можливостей. Накрада зарабатывать до страды. Боевый дух будет тоже, это тоже хорошо. Хтось там має бажання чихись до співів, хтось там ще якісь вірши пише, можна найти для себе якісь заняття до душі. Руслана, а вот с девчонками, с Оксаной Инной вы общаетесь часто? Ну, мы так перезвонимся, можно сказать. А вы знаете, о чем они мечтают? Я так здогадуюся. Давайте послушаем. Внимание на экран. Мрия, конец, одна девчина мрия. Ну, я хочу найти такого, чтобы не пив, не кори, не хуля там по девочкам связаться. Я познакомила с уліндеретом с хлопцем. Він мене, конечно, казав, что любить мене, не може без мене жити. Но показалось, что у него есть девушка, и все, мы с ним разошлись. Ну, я хочу быть здоровым, родить там, дядь, чтобы у меня была семья. Все как у людей таких здоровых. И, конечно, хочу, чтобы мы с датом здоровыми были. Я верю, что я больше. Девчонки, у вас есть будущее. И вот пример для вас Руслана. Руслана, у вас есть дочь, правильно? Расскажите нам о своей дочери. Маю доньку, который будет 12 лет, который мне очень помогает. Мы живем одним жизнью, никаких секретов, мы друзья. Я знаю, чем живет моя дитина. Руслана, я знаю, что вы тоже в свое время когда-то не верили в то, что вы сможете создать семью, сможете иметь ребенка. Вот как вы справились с этим состоянием? Мені дав поштов, когда я принимала участь в конкурсе «Мисс Украина на войску». И это как бы такой точкой отрыва от того негатива, который меня затягивал, пошло. Потому что у меня жизнь совсем меняла. Кардинально. Я до того сидела фактически дома безвездно, а после победы в том конкурсе вся Украина объездила всю Украину, побывала в Европе, принимала участь в таких благодейных заходах. Руслана, наши журналисты побывали у вас дома, познакомились с вашей дочерью. Давайте посмотрим, как это было. Какие пишут мне. Вот таким образом иногда заходим с доной. Так, очкину, но выключи трошки. господи боже. Руслан, я и вот мы все еще раз хотим вас поблагодарить за то, что вы приехали к нам в студию. Вот вы и ваша дочь, это, понимаете, символ, символ веры, символ надежды для наших героин, для Оксаны и для Инны. А я хочу с девчат взяти обещанку, что они не подведут маму ни в каком случае, и начнут жить с начала, и будут жить нормальным жизнью. Ну, обещаете? И как получится. И как получится, я таких ответов не принимаю. Обещаете? Я вам верю. Ну вот, а сейчас, Татьяна, я хочу подарить вам цветы. Я редко это делаю прямо в студии, но сегодня, мне кажется, вот этот букет, Татьяна, символизирует отношение к вам и поддержку. Поддержку, прежде всего, тех людей, которым вы каждый день дарите свое тепло и частичку своей души. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, вам. Вчера вам дякую вам, что у вас такая передача, что вы даете искорку того, что может здействоваться таке наизаповеднейшее мрение, чтобы быть здоровыми. Вчера вам дякую. Вашу передачу долго-долго смотрятся миллионы телеглядачей, и чтобы у вас все, все, только хорошие передачи были. Мы желаем вам сил и терпения. Спасибо вам огромное. Вчера вам дякую. Нужно уметь радоваться жизни, даже если за нее приходится бороться каждую минуту. Об этом важно думать. если это касается каждого. Спасибо вам.